На волне Позабудьте дневные тревоги Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге Ночное такси Сегодня и всегда с Александром Фрумином Дорогие друзья, это программа ночное такси А если быть точным, ее коротенький блок Лицом к лицу С вами Аркадий Фрумин И сегодня для вас работает Владимир Дубовицкий Наш добрый старый друг Человек, который работает, скажем так, на всех фронтах Без преувеличений Человек, который общается с артистами напрямую Ведет их Помогает им познакомиться Познакомиться с нашей студией Приводит их сюда И вот с недавнего времени Помогает мне в радиоэфирах И готовит для вас интересную и увлекательную программу Володь, пожалуйста, тебе слово Добрый день Добрый день всем, кто слушает Шансон 24 И кто смотрит нас на YouTube Сегодня у нас вновь в гостях В нашей уютной студии Автор и исполнитель своих песен из города Москва Зовут Любовь Горбунова Так получилось, что имя и творческий псевдоним совпадают у Любы Она выступает под псевдонимом творческим Любовь Также у него называется сайт Где можно посмотреть музыкальные работы И узнать, как Люба живет В общем, все интересное и, возможно, секретное Полгода назад Люба уже была в этой студии И представила несколько своих песен В том числе мы были приятно удивлены с Аркадием Что мы увидели и услышали такой редкий инструмент, как фирменвокс Я бы сказал, даже экзотический В общем, да, где-то я с этим соглашусь также Эта программа также находится на телеканале Ночной такси Ее можно всегда найти и послушать Также получасовочка была у нас интересная в этом году Сегодня у нас будет не совсем обычная передача Она будет носить такой музыкальный поэтический формат Сегодня Люба у нас Мы попросим, чтобы Люба почитала ту поэзию Которая ей интересна И которую могут услышать люди, которые приходят на творческие вечера на Любиной И я также приглашу Любу к обмену мнениями Есть вечная тема, на мой взгляд Что первично в создании песни Это поэзия, это тексты, это музыка У каждого человека, наверное, по-разному Но вначале по нашей традиции должна прозвучать песня И я хочу спросить Любу С какой мы песней сегодня начнем наш эфир? Что Люба подготовила? Здравствуйте, дорогие друзья! Это будет песня, которая очень тепло принимается публикой на наших творческих вечерах Песня, которая дала название литературно-музыкальной программе «Шанс любви» В этой песне есть что-то, наверное, особенное, как я догадываюсь Чем отличается эта песня от других песен? Почему она так пришлась? Ну, вы знаете, да, конечно Каждой песне есть что-то особенное И они действительно все отличаются друг от друга Обладают своим характером, эмоциями И вот я как-то говорила, что для меня слова и музыка – это существа одушевленные Потому что когда мы читаем стихи или музыку слушаем, да, то есть мы совершаем такое своеобразное путешествие Что касается «Шанс любви» Вот с ним была очень интересная история Когда эта песня появлялась Вы знаете, она была, вот ее появление Оно было похоже на такое яблоко золотое На такую полновесную золотую меру А вот когда я решилась ее показать близким Я столкнулась с тем, что она воспринимается в основном как рассказ о несчастной любви О несложившихся отношениях почему-то А вот мне бы хотелось, чтобы мы увидели ее именно философскую такую составляющую Вот ее отрешенность от всего и углубленность в себя, я бы так сказала Ну что ж, мне кажется, нужно послушать песню «Шанс любви» И свое мнение сформировать об этой песне Вот блески осени звук утраченный Прозвенит и затихнет вдали Жизнь моя, жизнь моя, дай мне шанс любви Тонкою линией провести Жизнь моя, жизнь моя, дай мне шанс любви В трепетном отзвуке обрести Боль и свет лишь двоих предназначены Вечное переплетенье пути Свет и дождь Свет и дождь Задержись мгновенье Под блеском осени Проступи Только не угасни во мне Не покинь меня Задержись мгновенье Жизнь мою Под блеском отрази Редактор субтитров А.Семкин Стихи и музыка Не разделяю вас На шансон 24 Да, дорогие друзья, вот такая вот смелая заставка От Александра Фрумина прозвучала в эфире И что касается шанса любви Хочу заметить, что я не заметил Грустных настроений Спасибо Вообще не было Еще к слову о том, что мы говорили Сформировать мнение Мы тут буквально на днях Вели эфир и тоже обсуждали Что вот есть песни, которые идут реально сквозь время И они То есть возможно И чаще всего так, что Человек закладывает свой какой-то смысл И пытается его донести Люди, которые слушают, ну сколько людей, столько именений И мы на самом деле пришли В конечном итоге к тому, что Демос решает большинство И может быть Конечно с ним можно быть согласны Можно быть нет, можно оставаться при своем мнении Можно примыкать к большинству Но я считаю, что Не грустно Не грустно Вот Спасибо Спасибо, Аркадий Я придерживаюсь Да, аналогичного мнения Хочу вернуться к заставке Которую так удачно сегодня Аркадий подобрал Потому что следующий мой вопрос был как раз Мне хотелось бы коснуться Поэтической части выступлений Любови Ведь наряду с музыкой Я знаю, Люба читает стихи И вот Люба, расскажите нам об этом, пожалуйста Потому что не часто, наверное, у нас поэзия звучит в программах А здесь получается, что есть возможность поговорить и о поэзии О современной поэзии И как связующее звено музыка и продолжение песни Вы знаете, да, это действительно так Мне хотелось бы показать не только свои песни Но и стихи, написанные моей подругой Замечательным поэтом, филологом Ольгой Кац Чье творчество я очень люблю И мне кажется, что эту красоту должны видеть люди Люба, вы же прочитаете хотя бы одно, может быть, два, три стихотворения сегодня Да, конечно Ну вот, давайте я прочитаю стихотворение, которое мы обычно открываем в нашу программу Оно называется «Снежинки розовой сирени» Снежинки розовой сирени Не тают на моей руке Играют утренние тени На стенах и на потолке А сквозь распахнутые окна Течет июньский аромат Был ночью дождь Сирень намокл И весь в слезах проснулся сад И капли, падая беззвучно В густую катятся траву Я их на самый тонкий луч Для вас Как жемчуг Соберу Очень интересно Аркадий, как ты думаешь, красивое, светлое настроение у нас появилось? И у тех, кто слушает Я думаю, что оно появилось еще после шанса любви Потому что я считаю, что вот именно настроение задает на самом деле такое чувственное То есть ты нас, знаете, некоторые говорят, настраиваются на волны с Марса Располагать Вот видите как И эти стихи написаны в наше время Когда все кругом куда-то торопятся Бегут по делам Торопятся жить Вот это современная поэзия, да, мы услышали? Да, вы совершенно правы Потому что скорость – это неотъемлемая часть нашей жизни И все-таки иногда нужно остановиться Передохнуть, поднять глаза к небу, если можно так сказать Взять паузу Вот это нужно Просто иначе теряется смысл нашего существования самого Бегу куда, не знаю зачем Да, ведь, понимаете, как Да, получается, что то, что мы бежим, не останавливаясь, да, не делает нас счастливее Это скорее наоборот И мы заменяем тогда подлинное искусство, например, суррогатом Да, мы перестаем видеть красоту Перестаем сопереживать И удивляться Да И даже сами не понимаем, насколько мы сами себя обкрадываем Понятно Ну, возможно, да, с вашей точкой зрения согласятся многие наши зрители Вот и Аркадий тоже Он, вы знаете, вот К поэзии присоединился Перебью, и если можно, да, прочитаю еще одно стихотворение Ольга, которое мне очень, спасибо, близко, да Именно своей мажорной нотой Именно вот жизнеутверждающей такой интонации Гроза прошла Раз летят слова «Тебя люблю» Как сладостно скользить ко дну Что жизнь, все сон Раз этот мир в тебя одну В тебя влюблен Ну вот мы с Аркадием погрузились в размышления, я так понимаю Не знаю почему, но захотелось еще поговорить о теме тишины в творчестве Тишины как о некой перезагрузке Или как о вынужденной или невынужденной паузе Вот, Аркадий, вы правы, потому что это очень сложный вопрос и очень важный момент Потому что слово и музыка – это магия Они открывают в душе неизведанное, но они приходят извне А вот тишина приходит изнутри И диалог с самим собой происходит внутри каждого человека Происходит внутри нас, правильно же? И ты видишь, ты оцениваешь себя только в тишине Но не каждый может, вот я хочу подменить Что многие себя сами за миф не слышат, не то что окружающих Ну, в общем-то, да Но просто, знаете, иногда важно для каждого человека Побыть наедине с собой Послушаться, как шокшат листья под ногами Как природа засыпает, просыпается Почувствовать себя частью этого мира, живого мира И единым целым с ним Я хочу сказать, когда я читал стихи Ольги Кац Люба мне предоставила эту возможность У меня возникло ощущение единения разных эпох Вот как-то это и прошлый век, и наш век И часть нашей жизни, и жизни наших родителей Вот да, Владимир, я как раз и хотела сказать, что в творчестве очень важно поймать этот момент Вот запеленговать его, да, зафиксировать так И потом отпустить, как отпускаешь птицу Мне очень нравится одно стихотворение Можно я его прочту? Конечно, конечно, мы с удовольствием послушаем На старинной книжной полке, где бумаги, книги, папки Вашей юности осколки Офицер и дама в шляпке Слышны звуки фортепиано из-за двери приоткрытой Как прекрасен вальс забытый Розы в вазах пахнут пряно Раздувает ветер шторы Мягок вечер безмятежный Скоро смолкнут разговоры Шорох, шепот, шум Но нежность Ваша нежность не проходит Пыль и слой лежит на папках Только офицер не сводит Взгляд влюбленной с дамы в шляпке И опять, как в день забытый Слышны звуки фортепиано Зачарованные странно Из-за двери приоткрытой Боль уходит, сладкие слезы Вновь благоухают розы Интересно, возможно, то, что сейчас мы услышали, Аркадий Как у тебя, есть ли ощущение, что это продолжение поэзии Серебряного века? Но уже в наши дни На самом деле, это уже пошли более глубокие познания в поэзии разных эпох Школьную программу я немножко пропустил в этом плане Литература мне была, честно говоря, не очень интересна Мне было куда интереснее рисовать Поэтому я предлагаю вернуться к обсуждению Замечательного слияния Или, не знаю, там Как сказать-то правильно Когда ты смотришь То, что это было Через призму настоящего После прослушивания следующей песни Я прошу ее объявить И мы ее послушаем Мы, может быть, попросим В силу того, что у нас сегодня Хотя эфир небольшой Но, тем не менее, он позволяет нам еще прочитать какое-то стихотворение Мы обязательно успеем Я уверен То есть мы сейчас что-то послушаем, да? И что же мы послушаем, Люба? Я предлагаю послушать песню Которая написана на стихи Ольги Причем это единственная песня Которая написана на ее стихи Потому что я обычно и текст, и музыку Пишу сама, да? Записываю А здесь Вообще, вы знаете, еще один такой момент интересный Ведь есть тексты просто песен, да? Есть стихи Ну вот сами просто, сами по себе стихи Музыка не нужна Они сами как музыка А есть стихи, которые приходят И вместе с ними сразу же приходит музыка И вот такой вариант, да? Такой вот поворот получился С этим стихотворением Ольги Который называется «Среди зимы» Что ж, тогда опускаем в эфир Слушаем «Среди зимы» Слушаем «Среди зимы» Слушаем «Среди зимы» Запахло ноябрем Темнеют ветки старых тополей Давайте, словно листья Соберем все, что осталось От прошедших дней Как листья желтые в пестреющей луке Горящие Как маленький пожар Хранит тепло Которого уж нет Такой бесценный И ненужный дар Как листья желтые Чей так недолг век Но разве длится дольше Миг любви Как листья желтые Сыпают в землю Давайте, соберем, соберем Пока не выпал снег Субтитры создавал DimaTorzok Всегда актуальная русская музыка На Шансон 24 Наш адрес Шансонспб.ру Да, дорогие друзья Не забывайте следить за самыми свежими новостями На нашем портале Шансонспб.ру И не забывайте читать Блатата.ком Наших хороших друзей Где тоже Замечательная информация О музыке Шансона Что ж, Володь, прошу Продолжай эфир Мы продолжаем общение С нашей гостью Аркадий разумно Дополняет Обязательную информацию В наш эфир И я хотел бы продолжить Такое Очень длинное общение С Любой По поэтам Серебряного века Что-то вы еще скажете? Вы знаете Да Вот я хочу сказать Что Некоторые из стихов Ульге Они посвящены Людям Чья судьба Неразрывно связана С Серебряным веком Именно Например Ирина Александровна Адовцева Владимир Владимирович Владимирович Набокова Вот эти имена В основном, да, звучали? Да Ну, все мы знаем Имя Владимира Набокова Его произведения Известны во всем мире А вот имя Ирины Адоевцевой Наверное, менее известно Поэтому я подготовил Кратенькую справочку Сейчас подгляжу здесь Значит Ирина Адоевцева Это у нас писатель Ученица Николая Гумилева Автор стихов и романов А также автобиографических книг На берегах Невы И на берегах Сены Так для общей информации Вы знаете, у нее очень интересная судьба Она в 92 года В 92 года Вернулась из эмиграции в Россию Молодец, вовремя Да Свою многолетнюю мечту И, соответственно, прожила жизнь Которая была насыщена событиями настолько Что ее хватило бы На огромное количество жизней На несколько жизней просто И похоронена она на Волковском кладбище В Санкт-Петербурге В одном из своих произведений Она писала Хоть жизнь мою Мне не за что любить Но мне милы Ребяческие бредни И вот эти слова Стали эпиграфом К стихотворению Которое также ей посвящено Холодный город Обступает нас стеной А мы стремимся сохранить Свои причуды Мы все лелеем сон свой золотой Не торопясь скорее уйти отсюда И нам милы Поклонники на час Наивные Ребяческие бредни И кажется, что каждый день Последний Но Бог помилует И не оставит нас Интересные стихи Мне кажется, что Как раз Ирина Довцева Она в Париже Скорее всего Проживала Судя по той книге Которую мы услышали Название Я чувствую Вы с искренним удовольствием Читаете стихи Своей подруги Правда? Правда И мы услышали песню На стихи Это единственная песня Да, я повторю? Единственная Да, да Все остальное Авторская Либо Самошки Не знаю Как назвать Здесь тексты Или Это все едино Любые авторы Исполнители Своих песен И Как происходит Рождение песни Слова пришли Или музыка Или Как? Расскажите Попробуйте Рассказать Если это Конечно возможно Потому что Это всегда интересно Вы знаете Ну Здесь как Сперва Для меня Вот для меня Первична музыка И сначала Обычно Приходит она А потом уже Очень осторожно Приходит текст Иногда Это бывает Очень медленно Иногда Вот Бывает Достаточно Быстро Просто сразу Иногда Как мозаика Иногда Трудно Иногда Легко Иногда Знаете Вот Сердито Иногда Смешно И все Это Очень по-разному Ну Самая новая Композиция Которую Мы сегодня Говорили Мы ее услышим Сегодня Она С большим Разрывом Была написана Вы знаете Вы имеете Ввиду Берега Да Нет Вот Это скорее Исключение Из правил И она Пришла Мало того Что молниеносно Она еще Подвинула Другие Более ранние Песни С которыми Я планировала На тот момент Работать Такие Как Композиция Переход И Пришла Она на берегах Валдая Так что Можно сказать Что она родом С Валдайских берегов Вот И Ну вы знаете Мне хотелось бы Конечно Передать Тут эмоции Которые испытываешь Когда чувствуешь Что ты Природа Это вот Одно целое Передать Любовь К своей земле Послушаем песню И попробуем Поймать Ту эмоцию О которой Говорит нам Люба Берега Мои берега Я люблю Эту тишь На колех Укачанный Сон Где-то В дальней Дали Еле слышно Печалится Звон Я спущусь Подожду Пока ляжет Роса И услышу Как мир Разбивается По голосам Как сияет Рассвет Наклонившись К воде Живой И подхватит Меня Золотистой Теплой Волной И меня Украдет Навсегда Уведет За собой Я шагну В глубину Золотых Первозданных Полей Я пройду Босиком По прекрасной И горькой Стране В этой Вечной Тоске В зарождающейся Тишине По любимой Моей Бескрай И юной Земле И сменяя Закат Потерявшийся Месяц Взойдет И в Моих Берегах Золотистые Нити Вплетет И в Моих Берегах Расшалившийся Ветер Вздохнет И Моих Берегах Навсегда Берегах Моих Берегах Навсегда Навсегда С моим Сердцем Замкнет Если с вами Ночное Такси Ничего Не случится В дороге И так Не могу Не задать Еще один Важный Для музыканта Вопрос Люба Вы планируете Выпуск CD DVD Достаточно Или уже Музыкального Материала Накопилось Вы знаете Мне конечно Очень хотелось По возможности Выпустить Официальным Тиражом И аудио Альбом И все Видеоверсии Песен Которые Мы уже записали Вместе со Студией Ночной Такси И хочется Очень Чтобы песни Были доступны Слушателям Я готовлюсь К этим событиям И Дорогие друзья Вы узнаете Об этом Первый Из релизов Этой Прекрасной Студии А повлиял Ли Санкт-Петербург На ваше Творчество Растеребил Новые Какие-то мысли возникли Вы знаете Ну здесь как Я была во многих местах И каждая из них Имеет свое Неповторимое обаяние Что касается Петербурга Давайте я скажу Одним словом Это мгновение Амок Да Петербург Это амок Амок Это мгновение Которое делит жизнь На до и после И все очень просто Просто потом Ты уже не можешь Представить себе Без этого жизни И никогда уже Не сможешь Ну ладно Хорошее слово Спасибо И еще у меня Такое ощущение Что это он Меня нашел Даже так Петербург Обычно Петербург Находят Здесь Петербург Нашел Тоже можно понять Никогда бы не поверила Если бы со мной Это не произошло Песня Надеюсь написана В Санкт-Петербурге Стихотворение Стихотворение Послушаем Ну да Послушаем стихотворение Как вот была программа Когда Аркадий Послушал стихотворение Одного нашего гостя И сказал Хорошо бы чтобы песня была Пожалуйста Песня написана Ну вот Стихотворение Это родилось В то мгновение Когда как раз Происходит осознание Того что ты уже В плену этого города И это навсегда И это стихотворение Это признание В любви Которое так и называется Санкт-Петербургу Мой город Погруженный в свет И я иду В янтарной полумгле Едва занявшегося утра Мне радостно следить Как принимает Первый робкий луч Сливающийся со стрелой Проспекта Далекий светлый шпиль Как проникает в сердце И остается там И думаю С момента появления Он сколько душ пронзил Мой город Подожди Дай мне вдохнуть Живую музыку Твоих мостов Дай мне увидеть Кольца истории Что всюду и везде Куда не бросишь взгляд А после В белой ночи Раствориться Дай мне сказать Я тоже Я навсегда Тебе принадлежу Мой город Погруженный в свет Ну если вы не возражаете В конце нашего эфира Я хотел бы Чтобы Такое интересное Новое стихотворение Продолжила композиция Которая называется Вдали Где мы будем Соответственно Прощаться с нашими Слушателями и зрителями А сейчас Я попрошу Уже Вас Оставить свое пожелание Здесь На волнах Шансон 24 И на Ютуб канале Ночной такси Ну мне хотелось бы Поблагодарить всех Слушателей нашей программы Поблагодарить всех тех Кто организовал эфир И его ведущих Владимира Дубовицкого И Аркадия Фрумина Спасибо вам Потому что Вновь оказаться В вашей чудесной студии В этой теплой атмосфере Для меня очень Очень приятно И конечно Я надеюсь На новые встречи Как и мы И нам тоже Очень приятно Спасибо большое Любовь Приезжайте к нам Еще Спасибо Дорогие друзья На этом закончился Наш маленький блок Ночного такси Мы с вами прощаемся Ну До скорой встречи Владимир Дубовицкий Аркадий Фрумина Всегда с вами И любовь Горбунова В качестве нашего гостя Субтитры создавал DimaTorzok 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 На волне На волне ностальгических нот На волне позабытых мелодий Вместе с вами ночное такси Городских серенат и рапсодий На дорогах трёхцветных огней Позабудьте дневные тревоги Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге Ночное такси Сегодня и всегда с Александром Фруминым